Продолжение следует... Продолжение следует... Хиросима и память нерасторжимы. Но Хиросима помнит то, что хотела бы забыть. Ваш симпозиум поможет ей в этом? Нет, в этом не поможет, но, может быть, поможет другим городам не иметь того, что получила Хиросима. Вы считаете, что проблемы памяти неразрывно связаны с борьбой за мир? Да, мы так считаем. Наука может служить разным целям. Все зависит от того, в чьих она руках. Но ведь симпозиум, на котором вы будете представлять советских ученых, посвящен чисто научным проблемам. Вы сторонник чистой науки? Такой науки не существует. Наука всегда служит человеку. А человек или строит, или разрушает. Ну вот мы за тех, кто строит. Простите, что вы имеете в виду, когда говорите о связи между проблемами памяти и военной угрозой? Да, я имею в виду совершенно конкретные опыты, проводимые в конкретных странах, совершенно конкретными лицами, с тем, чтобы получить возможность мощного воздействия на мозг человека, на его память. Так что же такое память? Что вы как личность вкладываете в это понятие? Память. Это бессмертие человечества. Извините. Распадаясь на микрочастицы, жизнь минувшая не умерла. И когда-то умершие птицы пролетают сквозь наши тела. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прошу, прошу вас. Простите, мне нужно в лабораторию Мережникова. Вы не подскажете, это в этом корпусе находится? Мережников? Да. Да, но я вас прошу, не ходите, пожалуйста, к Мережникову, потому что его еще нет, он еще спит. Нет, он еще спит, потому что залог плодотворной и умственной работы это здоровый сон. Это его принцип, это его жизненная кредо. Давайте я вам лучше сейчас здесь предскажу вашу судьбу, расскажу все, что будет сейчас с вами здесь в институте. Вот когда вы стоите на пороге этих царских врат... Простите, пожалуйста, мы условились, меня ждут. Проходите, пожалуйста, проходите. А судьбу-то вашу я все равно угадаю. Вы знаете, у меня для этого есть свой, совершенно особенный способ. Я фантаст. Я пишу фантастические рассказы. Рассказы предсказания, рассказы пророчества. И вы знаете, сегодня ночью я написал одно пророчество. Предсказание, вернее. Можно я вам его прочту? Что, прямо сейчас здесь? Да, сейчас. Оно коротенькое. Вы, ради бога, простите. Меня действительно ждут, вы только не сердитесь. Ждут очень. Я в следующий раз с удовольствием. Хорошо, сейчас, сейчас. Только вы не обижаетесь, пожалуйста. Нет, 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 что вы, что вы, я не обижаюсь. Я не обижаюсь. У меня к вам просьба только. Если вам понадобится совет, или помощь, или предсказание, то вы сразу обращайтесь ко мне. По коридору, третья дверь налево. А это вам. И это вам. Ой, а меня зовут Глеб. Глеб Михайлович. Или, если угодно, Глеб Михайлович Гурьянов. А вас? А нас Лена. А вас Лена? Понятно. Леночка, можно я вас сам провожу к Мережникову? Я надеюсь, никто не умукнет мой велосипед, хотя мне уже все равно. Вы что, на работу всегда на велосипеде ездите? Ну, вот я, наконец-то, чем-то вас заинтересовал. Да, да вот передо мной эта газета. Автор? Глеб Михайлович Глеб Михайлович? Нет, он вполне компетентный товарищ. Да, ну да, наверное, вы правы. Слишком компетентный. Яков Прокофьевич, я тоже так думаю. Сенсация нам не нужна, верно? Архипову пока нет. Хорошо, воссоединят. Разрешите, Анатолий Борисович? Да, пожалуйста. Хочу вам представить нового сотрудника нашей лаборатории, Вартанян Елену Георгиевну. Очень приятно, Елена Георгиевна. Присаживайтесь. Ну что ж, лаборатория Мережникова у нас одна из самых сильных. Там работают люди интересные, верно? Мне кажется, вам повезло. Вы присаживайтесь, Вера Ваня. Пожалуйста. Надеюсь, у вас познакомились с требованием, которое мы предъявляем ко всем, кто поступает в наш институт. Служебные обязанности, знаете? Да, служебные обязанности, я не боюсь этого слова. Потому что, Леночка, вы сами понимаете, мы же все служим. Анатолий Борисович, мы так можем напугать Елену Георгиевну. Ну, ну, ну. Елену Георгиевну, вы еще в этих стенах услышите о том, какой я придирчивый. Меня называют бюрократом, чиновником, так? А, Вера Ваня? Не знаю, не знаю, не слыхала. Ну, вы знаете, когда мы тебе даем поблажку, мы невольно расслабляемся, теряем форму. А потом, когда уже бывает поздно, мучительно вспоминаем о самом главном, безвозвратно потерянном времени. Ну что же, Елена Георгиевна, приступайте. Желаю успеха. Вера Валентиновна, задержитесь, пожалуйста. Мне интересно, как вы к этому относитесь. К чему именно, Анатолий Борисович? Значит, о нашем институте пишут, его прославляют, нежели и красок. А вы не читали? Я каюсь, я не читала. А что, грубопытно? А вы поглядите, почитайте. Так, сегодня мы совершаем наше очередное путешествие в завтрашний день науки. И сопровождать нас в этом путешествии любезно согласился научный сотрудник института памяти, кандидат физико-математических наук, Глеб Михайлович Гурьянов. Интересно. Да? Вам интересно? А мне кажется, это просто безответственно. Мне сейчас звонили из Огоркома по поводу этой статьи. Да, Яков Прокофьевич. Да не понимаете, вы все так близко к сердцу, Анатолий Борисович. Ну, прочли, ну, поговорили. А завтра никто и не вспомнит. Да? Понятно. Но вы все-таки прочните, прочните целиком статью. Хорошо. Я могу взять газетку? Да, пожалуйста, возьмите, Вера Валентиновна. Спасибо. Пожалуйста. Анатолий Борисович. Я вас не задерживаю, да. О, Господи, пожалуйста. Способны активно влиять на нашу память. Слышишь, Сережа? Да. Усиливать одни ее проявления и ослаблять другие. Так. Папа, нашел новую жертву. Даже не заметил, как дочь пришла с работы. Здравствуйте, дядя Сережа. Вы ему не поддавайтесь. Нет, не поддавайтесь. Не поддавайтесь. Не поддавайтесь. Здравствуйте, моя хорошая. Поздравляю тебя, Леночка. Спасибо. Давай рассказывай, как прошел первый рабочий день. Отчитывайся, как тебя приняли. Да, Леночка, кстати, а ты Архипова видела? Папа, хочу тебя расстроить. Архипова я не видела. Потому что Архипов в командировке за границей. А, тут, Леночка, о вашем институте. Видишь, какую статью отгрохали. Вот, слушай, память это настолько уникальное, настолько сложное явление. Да, папа, я знаю, наверное, об этом. Давайте чай опять, да? Дядя Сережа, вы не уходите. Вы давно у нас не были. Леночка, 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 тут у нас с Сережей очень серьезный разговор. Ты знаешь, вот, когда я прочел эту статью, я вспомнил о Терентьеве. Кто? Ну, он давно у нас был. Ты знаешь, этот человек, мне можно сказать, да-да, да-да, так вот, этот человек, мне можно сказать, жизнь спас. А потом, после контузии, он потерял память. Сколько не лечился по госпиталям, клиникам, ничего не помогло, ничего не помнит, что с ним было до войны. Ты знаешь, как будто бы вот половина жизни отрезала. Да, а по документам известно, что был женат. Да. Кто она, эта женатая, какая, ничего не помнит. Да. Живу, говорит, как в чужом доме. Зачем, почему я здесь, ну, ничего не знаю, ничего не помню. И вот, когда он мне прочитал про эту статью, я прибежал. Я понимаю, дядя Сережа, я, пап, я, но, нет. Что? Да нет, 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 конечно. Нет, это невозможно, понимаете, это невозможно, из этого ничего не получится. Подожди, как это невозможно, как не... Потому что... Лед, подожди. Тут же вот прямо сказано, уже разработаны препараты, стимулирующие память. Я даже почему... Ну, написано, ну и мало ли что там написано. Как это, какая разница, что там напишут? Разве не ваш сотрудник это говорит? Вот, пожалуйста, кандидат физико-математических наук Г.М. Гурьянов. Гурьянов? Что? Он не понимает, что он говорит, а ты понимаешь? Ну, выходит, что так. Вот, пожалуйста, в те разницы. Я же тебе говорил, что она будет возражать, будет спорить. Ой, господи. Она теперь всех умнее. Ну, да. Ну, при чём тут всех умнее, пап? Ну, зачем так? Вы у меня спрашиваете, я вам отвечаю. И, правда, вот обращаться в наш институт по поводу этой статьи я вам не советую. Просто не советую. Вас всё равно направят куда? В редакцию. А, нет. Подожди, Серёжа, я серьёзно. У нас в институте все об этом знают. Леночка, мы не по поводу этой статьи. Мы по поводу живого человека. Я понимаю. Серёжа, мы пойдём к Архипову. Неужели он нас не поймёт? Правильно, Георгий. Неужели такому человеку он не сможет помочь? Правильно. Пап, ты смешной. Но Архипов тоже не бог. Чем он вам может помочь? Не бог? Серёжа, я тебе сейчас покажу, что о нём написано в энциклопедии. Не бог. Субтитры подогнал «Симон» Чем я здесь занимаюсь? Да. Ну, чтобы попроще сказать, моделирую те же самые процессы, которыми занимаются они там, наверху. Только они там на мышах, на крысах, на кошках. А я вот на транзисторах. Да, мне рассказывали. А это зачем? А это я реплексы проверяю, дрессирую его. Он, ну, не живой, Глеб. Да. Ну, видите, я кибернетик, Лена. Петька, клевать. Он стесняется, глядите. Я кому сказал? Вот, пожалуйста. А это что? Это? Я, Леночка, собиратель. Вам ещё не рассказывали про это моё свойство? Нет, об этом не рассказывали. Я страстный коллекционер. Только я коллекционирую не марки, не старинные монеты, не там спичные этикетки. А что? А ленинградские дворы. Дворы? Да, дворы. Вы знаете, ленинградские дворы – это сказка, это чудо какое-то. Знаете, что вот если вы согласитесь, мы с вами как-нибудь побродим по Ленинграду, я вам покажу свою коллекцию. С удовольствием. Вы любите по городу бродить, да? Да, очень. Вот у нас общие склонности. Глеб Михайлович, вас вызывают в кабинет Архипова. Хорошо, сейчас буду. Так, началось. Вы что, уходите? Да, срочно вызывают в кабинет Архипова. Зачем? Будет дело под Полтавой. Счастлива, Леночка. Неплохо. К черту. Это раньше было, но я сейчас не... Здорово, Ленка. Здорово. У вас здесь что, клуб? Ну, некоторый родитель. Ну что, Глеб, дофантазировался? Витенька, ты там с кем работаешь? С мышами, да? Нет, не с мышами, я вот с этими. А цыплята не нужны? А что? Да у меня есть один. Да не бойся, он ручной. Он у меня элита. А ты умеет, Витенька? Глеб, ты шалопай. Витенька, не хочешь? Как хочешь. Привет, ребята. Привет. О, какая прекрасная компания. Этот человек явно лишний здесь. А ну, ты нахал. Каташенька, чай за тобой, чай за тобой. Хорошо. В годы войны она перенесла страшное горе. На ее глазах были заживо сожжены двое ее детей. Нет, не могу. Не надо, не надо. Успокойтесь. Я не буду описывать, как именно это произошло. Тяжело, слишком тяжело. Я не знаю, как сестра тогда могла все это вынести и не сойти с ума. Хотя, я теперь даже думаю, может быть, так было бы даже и лучше. Но скажите, неужели можно придумать горе более страшное, чем то, которое она испытывает изо дня в день? Но неужели же память дана человеку, чтобы он так жестоко страдал? Неужели нельзя помочь? Я очень вас прошу. С уважением к вам, участник Великой Отечественной войны, инвалид второй группы Коротков Иван Алексеевич. Много таких писем? Вполне достаточно. И есть такие, что без слез читать невозможно. Спасибо, Маргарита Федоровна. Пожалуйста. Оставьте, пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, я подписал. Ну что, попробуем разобраться? Дорогой Портор, как мы это можем с тобой сделать без самого директора? Добро. Мы ему столько сюрпризов приготовили, что в этом в пору только самим. Здравствуйте. А Иван Дмитриевич где? Не приехал еще? Нет. Ну я потом... Глеб Михайлович, на минутку можно? Вы понимаете, что вы натворили? А что такое, Геннадий Александрович? Вот это все письма в ответ на вашу статью в газете. Геннадий Александрович, ну это какое-то недоразумение, это чепуха. Я же в основном о будущем говорил. А они там в последний момент что-то переставили, что-то сократили. Ну и получилось, что не поймешь, где сегодня, где завтра. Ну что, вы не знаете газетчиков, что ли? Геннадий Александрович, газетчике виновата, он ни при чем. Ну зачем вам понадобилось рассуждать о воздействии на память, о возможности управления памятью, ну зачем? Анатолий Александрович, а что, это так уж нереально? Что, мы уже сегодня об этом не думаем? Нет, думаем, думаем, но зачем писать об этом? По-моему, это просто преждевременно. Вы хороший специалист, Гурьянов. Спасибо, Геннадий Александрович, и вы тоже очень хороший специалист. Ну ладно. Ну что, вы не понимаете, что от науки чудо ждут? И вдруг они получают это чудо? Вы посмотрите, сколько народу вы расшевелили. Вы почитайте, это впечатляет. Представить себе не можете, Глеб Михайлович, чего нам только не пишут, чего только не требуют. Вот сейчас у Веры Валентиновны сидит какая-то женщина, плачет. Но как ей быть? Работать, заниматься с ней, что ли? Как? Надо что-то делать, Анатолий Борисович. Да я бы эти письма все отослал бы в редакцию. Редакция заварила эту кашу, пусть теперь сама расхлёбывает. Верно? Нет, неверно. Люди к нам идут. Нам пишут, к нам идут со своими бедами, несчастьями. Мы что, все в редакцию? Так у нас нет другого выхода. Сегодня мы этим людям помочь не можем. Совсем не можем. Это ясно? Я не знаю, может быть, только у Гурьянова есть какой-то особенный секрет, но я этим секретом не обладаю. Доброе слово, внимание, участие. Что, мы этим тоже не обладаем? Они не этого от нас ждут. Им нужны конкретные рецепты. Надо правду сказать людям, а не создавать у них разного рода иллюзии. Пусть даже из самых добрых побуждений. Хорошо мы будем выглядеть, когда мы со всеми нашими проблемами не можем услышать живого человеческого голоса. Не пишите больше статей в газеты, а, Глеб Михайлович? Ну, даже если вас об этом попросит сам академик Архипов. Пишите лучше фантастические рассказы. Ну, а, договорились? Вера Валентиновна, так повторим вчерашний опыт. Это справочник? Скажите, Перфильева Галина Васильевна... Когда поступила? Сегодня утром. Как вы сказали фамилия? Перфильева Галина Васильевна. Минуточку подождите. Говорите, утром поступила? Да, утром. А вы ничего не путаете, гражданин? У нас такой нет. Да как же нет? Я сам... Дом. 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 Продолжение следует... Толя, это я. Тебе что сказали, что я звонила? Ну что у тебя? Что произошло? Толя, ты только не сердись. Ты откуда звонишь? Я из автомата. Ты где? На нашем месте. Почему? Толя, я сбежала оттуда. Приезжай, я жду. Я тебе все объясню, ты только не сердись на меня. Толя, ты почему молчишь? Ты меня слышишь? Хорошо, подожди немного, я сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ты почему здесь? Толя, я сбежала. Сбежала? Я не смогла. Толя, понимаешь, я подумала и поняла, это же наш с тобой первый, может быть, последний ребенок. Но ты же решила! Ты от кого собираешься его защитить? От меня? Сама знаешь, что я не меньше, чем ты, хочу ребенка. Хотел. Но врачи сказали, нет, нельзя. Я не хочу. Мало ли, что скажут врачи. А я чувствую, все будет хорошо. Чувствую. Мы, биологи, в таких делах должны поступать резко, разумно. А я не хочу разумно. Мне опротивила твоя разумность, надоело. Знаешь, я иногда даже думаю, пусть умру. Мой ребенок-то, мой ребенок, он ведь останется с тобой, Толя. Не говори, не отпусти. Ну, скажи, да, Толя. Поедем домой, там договорим. Тебе что, не приятно с тобой? Да, в институте. Да. Да. Э, 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 э. Продолжение следует... 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 А моя теперешняя жизнь? Слом. Да. Задача. Ну, ладно. Не буду я беспокоить тебя с моими сомнениями. Я вот хочу о чем тебя попросить. Я слышу. Если надежда моя станет расспрашивать, скажи ей, что я был в этом институте. Ходил, мол, только, мол, не пришелся я ему. Ну, случай у меня не тот, понимаешь? А то ведь она так просто не отстанет. Все будет сомневаться, что я из-за нее отказался. Хорошо, Георгий? Значит, так решил? Да. Так решил. Поздно уже затевать эту музыку. Поздно. Ну, смотри, Саша, смотри. Дело твое. Как знаешь. Смотри. Смотри. Леночка, а вы были на лекциях Архипова? К сожалению, он на нашем факультете не читал. Но я конспектировала его работы для своей диссертации. Вы знаете, так была увлечена ими, что отцу дома читала целые главы вслух. Нет, конспектировать это, конечно, хорошо, но это не то. А вот я был на лекции, и его нужно слышать, нужно попасть под обаяние этой личности. Я был на лекции, правда, не в университете, я учился в политехническом, а просто в центральном лектории, на Литейном. Обыкновенная публичная лекция, даже не лекция в прямом смысле этого слова. Но это было что-то потрясающее. Сейчас я попробую воспроизвести. Память – это одно из самых уникальных и сложных явлений, которыми наградила нас природа. Память – это та бесконечная и непрерывная цепочка, которая соединяет нас, ныне живущих, с теми, кто жил до нас, и с теми, кто будет жить завтра. Без памяти нет движения. Память приносит нам боль и радость. Она – наше богатство и наш судья, наша совесть и наш врачеватель одновременно. Но вместе с тем, это уникальное явление природы, наша память, есть не что иное, как всего-навсего определенные химические и физические процессы, происходящие в коре нашего мозга. Процессы, которые можно описать, которые можно изучить, которые можно выразить формулами. Исчезает ли от этого уникальность этого явления? Нет. Она становится еще более поразительной. Нет, я, конечно, не могу так, как он. Память, если угодно. Это бессмертие человечества. Исчезает ли от этого уникальность этого явления? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok